Всем привет, мои дорогие! Сегодня я хочу вместе с вами открыть и посмотреть содержимое набора от фирмы РТО. И, естественно, я к нему приступлю. В одном из своих предыдущих видео я вам рассказывала о том, что я хочу выжить этот наборчик для своей тети. У тети день рождения в начале марта, и поэтому мне нужно будет взять этот набор в процесс и по-быстренькому его завершить. Итак, что же это за наборчик? Это набор от РТО из серии «Подводный мир», я так понимаю, «Золотая рыбка». Номер, вот я вам его демонстрирую, если кому-то интересно. Наборчик идет вот в такой вот упаковке. Сейчас мы ее с вами раскроем и посмотрим, что же у нас внутри. Итак, освободила я наборчик от упаковочки. Здесь у нас идет с вами наше превьюн с тем, как должна выглядеть готовая работа. Дальше у нас идет схема. Схема черно-белая, достаточно крупная для вроде такой небольшой вышивки. Сколько у нас цветов? 14 цветов. Полный крест, две нити. А бэкстич есть или нет? Не поняла. Да, есть бэкстич. Ага, в одну нить темно-синего цвета. Ну, хорошо. С этим мы разберемся. Насколько я понимаю, бэкком здесь у нас выполняется сама вот эта вот рыбка. И вроде как и все остальное у нас идет без бэка. Так, ну и открыточка. Смотрите, какая открыточка. С задней стороны и с передней стороны. Вот иголочка вывалилась. Иголочка у нас идет Джон Джеймс в наборе. Так, и вот так вот у нас выглядит открыточка. Открыточка как с паспорту. Я так понимаю, что надо будет ее приклеивать. У меня есть момент кристалл. И, наверное, вышивку я буду приклеивать на момент кристалл. Как интересно, первый раз на самом деле держу в руках наборчик от Тортео. Я открываю его, что здесь у нас написано от руки что-то на палеточке с нитками. Это любопытно. Итак, 14 цветов. Цвета приятные. Даже так много их. И они у нас... А, они у нас неправильно как бы навешаны. Их нужно будет перевешивать. Здесь у нас просто две пасмы, например. Но они так вот перекинуты, что сразу будет не подбить. Ну ладно, разберемся с этим. И кусочек канвы. Канва крупная. И, по-моему, здесь у нас с вами не написано, что за канва. Написано только то, что... Мулина Диамиси. Канва 14. Хлопок 100%. Сделано в России, кстати говоря. Прекрасно. Итак, вот она наша канва. Вот она наша кошечка. Ой, мне кажется, здесь вышивать не так много. Я возьму с собой на праздники. И, скорее всего, за праздники как раз вышью. Оформлю, возьму с собой клей. И вручу своей тете. Вот. Давайте еще раз посмотрим на превью. На превью у нас видно хорошо, что это за рыбка такая. Конечно, сама бы я вряд ли такой наборчик приобрела. Хотя, смотрите, здесь у нас показаны варианты другие с открыточками. Мне нравится черепашка. Черепашка очень прикольная. Вот. Кстати говоря, интересно, какого года этот наборчик. А здесь у нас такой информации нет. Зато сзади есть вся информация для тех, кто хочет поподробнее узнать, как закреплять, как оформлять и как что делать. Итак. Ну, вот так, друзья. Я для вас сняла такое вступление, скажем так. Мы посмотрели, что у нас в составе. Убедились в том, что все понятно. И дальше я для вас буду снимать свои продвижения. Стараюсь в походных условиях, где там я буду находиться, я пока не знаю, снять для вас оконченный свой результат. Поэтому я с вами не прощаюсь. А встретимся через секунду. Посмотрим на продвижение. Сейчас я снимаю следующую часть видео. Я думаю, что это будет сборная солянка. О всем том, что я беру с собой на выходные. И все, что я хочу вышить за выходные. Выходные, повторюсь, праздничные. Которые у нас на 8 марта. Поэтому и планов у меня достаточно. Итак, я вчера получила свою посылочку из магазина Мировышивки с вот такой вот брошкой. И предлагаю сейчас открыть наборчик, посмотреть, что там у нас внутри, к чему. Потому что, повторюсь, что в поездке мне будет для вас так качественно это видео не снять. Итак, сейчас я вскрою его. И мы вернемся уже для того, чтобы детально все посмотреть. Итак, освободила я все внутренности от упаковки. Давайте вместе посмотрим, что же, что же здесь у нас внутри. Итак, сверху у нас лежит вот такая вот из плотного картона бумажка, на которой изображена сама наша брошечка, с которой мы будем работать. С обратной стороны, ух ты, у нас большое количество других брошек. Тех вариантов, которые мы можем вышить. Сейчас я возьму ручечку и покажу вам те, которые мне нравятся. Вот из этих брошек, которые здесь представлены, мне нравится вот эта брошечка серенькая, с розовыми какими-то цветочками, фрузелочками. И вот та, которую Иришка вышивала. Кстати говоря, вчера вышло ее видео о процессах февраля. И она в этом видео рассказала, что она будет начинать вот точно такую же брошку в марте. Так что будем вместе вышивать в марте такую брошь. Это прикольно. Вот, так что такие вот брошечки. Очень симпатичные. Так, что же у нас дальше? Дальше у нас вот все упаковано в такую, ну как сказать, бумажку, наверное, нашу схему. Разворачиваем ее. И что мы видим? Мы видим непосредственно сами материалы, но пока мы их не будем с вами трогать. И посмотрим эту часть. Итак, здесь у нас идет описание, инструкция по вышиванию. Вышивка выполняется мулине в две нити. Еле вышивайте двусторонней анималистической гладью. Снизу вверх мулине. Дом вышивайте простой двусторонней гладью. Так, я не знаю, что такое анималистическая гладь. Контуры сшивайте прямыми стежками, воду двусторонней гладью, небо снизу вверх, слева направо, двусторонней гладью, длинные и короткие стежки. Внимание, сбоку броши и сборку броши и крюченый шнур выполняйте мулине такими-то, такими-то. Крученый выполняйте целыми пасмонами мулине 3 и 4. Ну, я думаю, что я изучу насчет всех. А, вот они у нас, смотрите. Анималистическая гладь. Данный вид глади позволяет максимально натуралистично передать направление, структуру, оттенки шерсти животных и оперения птиц. Может быть двусторонней под буковкой А и односторонней под буковкой Б. А, в разных направлениях она вышивается. Все понятно. Здорово. Да-да-да, здесь именно ей, мне кажется, все и вышивается. Ну, разберемся по ходу, тем любопытнее. Так, что у нас здесь? Здесь у нас вот такая вот большая инструкция, в которой у нас все расписано. Причем еще и на разных языках, даже на испанском. Очень интересно. Инструкция по сборке. Итак, инструкцию мы убираем. Вакансии. Интересно. По изготовлению крученного шнура отдельная инструкция, но это очень похоже на наш кординг. И давайте уже перейдем к самому интересному. Это к тем материалам, которые у нас используются с вами в работе. Я, наверное, так все это переверну и посмотрим. Итак, набор для объемной вышивки. Советы по вышиванию. Интересно, почему она так криво обрезана? Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Ага, вот она наша штучка, на которой брошка будет крепиться. Сам замочек. Дальше ниточки. Ниточек совсем, совсем немного. Вообще, капелюшка. Перевязаны они все, коричневая, такой вот ниточкой, которая совсем другого цвета. Так, дальше у нас идет непосредственно сама вот эта ткань. Слушайте, да еще любопытно, на нее уже нанесен рисунок, но она такая, как не знаю. Только видите, у меня вообще какой-то кончик ободранный. Так, фетр. Это у нас для задней части. Слушайте, он очень приятный. Я думала заменять заднюю часть на кожу, но, вы знаете, мне очень понравилась и вот эта штука, она очень такая мягкая. Я думала, что она гораздо жестче. Так, и раз уж мы все это дело раскрыли, вот такой кусочек картона. Ну-ка, попробуем наложить одно на другое. Да, вы знаете, мне кажется, что идеально. Немножко, конечно, ну, я думаю, что это все натяжка, и потом решится вопрос с белой частью. Просто очень хочется, чтобы ее не было видно. Если что, то нужно будет немножко картонку под уменьшить диаметры. Итак, я для вас сняла все, что у нас находится внутри набора. Я в дальнейшем более детально почитаю то, что касается организации самого процесса, как и что у нас должно вышиваться. Но вот потому, что я сейчас вижу, в принципе, сложно, а очень даже любопытно и интересно. Хочу я натянуть это все на свои пальцы Нурге. Есть иголочка, иголочка острая, но спасибо за это фирмой Панна, за то, что иголочку положили в набор. Это очень приятно. Итак, все, что используется в работе, я вам показала. Если у меня будут какие-то нюансы, нюансы, непосредственно связанные с вышивкой, то я вам подсниму этот материал и обязательно расскажу. Вот. А сейчас я останавливаю запись. Сегодня у меня, кстати говоря, 6 марта. Я пока еще не приступаю к этому набору. Но как буду готова, обязательно вам обо всем расскажу. Приступила я к вышивке наборчика с открыткой. И я в шоке от компании РТО. Скажите, пожалуйста, норма это для них или нет? Итак, разбираю ниточки. Вот первая ниточка из двух. Обычного стандартного размера, стандартной длины. Вполне себе длинненькая. Все отлично. И вторая ниточка. Вот такая вот коротенькая. Что это за удивительная нарезка у них такая? Неужели компания РТО всерьез думает, что это нормально? Они что настолько сильно экономят свои деньги, что в наборе, в котором всего несколько ниточек, очень мало. Они еще и экономят на лишних 15 сантиметрах. Я в шоке. Если они также комплектуют и большие, и дорогие наборы, то это просто непорядочно. Готова моя рыбка. Три дня я ее вышивала. Вот такая вот она, совсем небольшая. Конва крупная. Стежочки просвечивают. Но проверила я несколько раз. По инструкции действительно вышивается все. В две нити. Что я сейчас буду делать? Я ее вырежу, поскольку наша открыточка, она не позволяет такой большой отрезка, но вы непосредственно в рамку убрать. Поэтому я ее подрежу и буду размещать на клей. Вот такой вот клей, кристалл, прозрачный момент. Искала я в инструкции информацию по поводу оформления работы. Но здесь, к сожалению, ничего конкретного не написано. Просто оформите готовую работу. Поэтому буду импровизировать. По материалам. Схема вот она. 14 цветов. И такая вот палеточка. Остались, в принципе, все цвета. Ну, вот что меня раздосадовало. Это то, что часть ниточек идет вот такой вот маленькой нарезки. Совсем небольшой. Ну, тем не менее, их хватило. Но вообще расстройства. Мне кажется, так быть не должно. Сэкономили. Использовала я вот такой органайзер от фирмы Гамма. Беленький. Для пробы. Ну, сейчас я вышивку обрежу. И покажу вам готовый результат. Ах да, забыла сказать насчет размера. 10 на 10 сантиметров. Вот эта вот вышивка. Как видите, я ее обрезала. Сейчас будем клеить. Итак, друзья. Вот такая вот открытка по итогу получилась. Размер вышитого окошка 10 на 10 в диаметре. И я ее оформила. Все склеила. Смотрите, вот так вот она выглядит с обратной стороны. И внутри таким вот образом. Склеила все на момент кристалл. По-моему, великолепно. Вот она вот находится. Немножко у меня здесь сейчас освещение. Ну, вот демонстрирую. По-моему, прекрасно. Три дня. И такая красивая открыточка у нас готова с вами. Сейчас я ее подпишу. И все. Оставлю ее до праздника. Мы с вами можем уже для себя решить, стоит ли вышивать такие открытки. Мне кажется, что выглядит неплохо. Очень даже симпатично. Ну вот, друзья, показываю вам готовый вариант. Чуть-чуть поближе. Мое мнение такое, что данный вид открыток достаточно симпатичен. И, в принципе, выглядит достойно. Тому человеку, которому предназначалась эта открытка, она очень понравилась. Чему я рада. Ну, а вы можете, в общем-то, решить для себя. Нравится вам такой вариант, не нравится. Это был мой первый опыт вышивки открытки. Я осталась довольна. Хотя, на самом деле, изначально мне казалось, что на работу у меня уйдет меньше времени, чем получилось на самом деле. Ну, вот такая вот открыточка у меня получилась. На этом история этой открытки будет закончена. А вы продолжайте смотреть видео. Дальше вы увидите историю про брюшку. Друзья мои, а вот и я. Сегодня у меня воскресенье. Какое сень число? 17 марта. Боже, как бежит время. И я решила сегодня заняться брошкой. Вот вы видите фактически тот вариант глади, который у меня получился. Что меня удивило? То, что вышивается достаточно это все легко и просто. Но, посмотрите, какой формы странной у меня была заготовка. Здесь есть вот такой кусочек с картона. И вы видите, что моя заготовка какой-то странной овальной формы. Ну, я сейчас, возможно, даже этот картон немножко подрежу. Далее у меня есть фетр. Я в инструкции уже почитала, в принципе, каким образом ее нужно собирать. Но вот хотела вам показать промежуточный вариант. И сейчас займусь непосредственно оформлением. Этого момента я очень боюсь. Ибо... Ну, как-то не знаю. Одно дело вышить, другое дело собрать. Мне кажется, собрать будет достаточно непросто. Но сейчас я попробую. И в любом случае покажу вам конечный результат. Ну что же, друзья. Вот я с готовым результатом, как вы можете видеть. И сейчас я вам расскажу о своих впечатлениях о брошке. Ну, для начала я скажу, что всех материалов мне хватило. И результатом в целом я довольна. Вы можете видеть, что в жизни она выглядит более ярко. Как по мне, результат у нас всегда с вами получается гораздо симпатичнее, чем превью. Ну, и, в общем-то, мои впечатления. Значит, часть вышивки, которая находится спереди, вышивалась достаточно легко. Интересно. Ну, и, конечно, я внесла свои изменения. Какого плана? Если вы посмотрите, мои стежочки, они гораздо более плотно друг к другу прилегают. Чем на превью. Вот смотрите на превью. Как у нас выглядят стежочки. И как они выглядят у меня. У меня плотнее. Ну, и, в общем-то, по всем остальным, как мне кажется, брошки очень даже похожи. Конечно, я не старалась добиться стопроцентного повтора, скажем так, чтобы все это было прям один в один. Но, естественно, использовала инструкцию. И об инструкции тоже хотелось бы сказать пару слов, поскольку в обзоре я буквально коротко показываю, что у нас в составе. Вот на этом листочке у нас расписано конкретно все. То есть, все цвета, все какие-то нюансы по вышивке. Ну, и здесь картинка у нас тоже представлена. Она, конечно, такая более темная. Я в процессе работы все равно ориентировалась больше на превью, поскольку превью, оно прям вот, ну, более красочное, скажем так. Так, по фетру. Фетр у меня остался, я его особенно не экономила. И хочу сказать, что мой совет вырезать побольше задник. Сейчас вам расскажу. Это очень пригодится при сборке. Иголочка, которая была в наборе, вот она такая остренькая, мне кажется, гамма. Она же у меня и осталась. Ею я и вышивала всю брошку. Так, и ниточки. Ниточки, сразу вам скажу, у меня здесь не все, поскольку я их совсем не экономила, особенно в конце. У меня возникли некоторые сложности при сборке. И тут уже я вообще разнервничалась, распсиховалась. И, в общем, вообще я уже ничего не экономила. Но ниточек достаточно. Скажем так, по нюансам, которые еще сделала я, это я использовала наполнитель. Наполнитель вот такой, вот такой же, как я использовала для набивки ангелочка от MP Studio. И я его буквально немножко положила в саму брошку, чтобы сделать ее более такой, ну, выпуклой, что ли, спереди. Значит, теперь по сборке. И первый раз я делала прикладную вещь. Как вы видите, спереди все очень даже неплохо, симпатично выглядит. Мне нравится. Сзади моя брошечка выглядит вот таким вот образом. Тоже, скажем так, достаточно неплохо. Кстати, замочек я пришила, ну, помимо того, что я его пришила, как в инструкции написано, он у меня пришит еще четырьмя стежками к самому фетру с той стороны. Ну, вот, скажем так, чем я недовольна, это вот этой боковой частью. И я даже, как вы видите, прошла два раза ее прошила, потому что у меня как-то получалось все очень неаккуратно. Особенно вот здесь, потому что здесь мой вот этот шнур окантовочный я заводила и зашивала. И вот этот, как бы, момент был один из самых сложных. С кордингом тоже он у меня как-то не крутился сегодня. Я за один день сделала эту брошку, на самом деле не весь день я ей занималась. Ну, так вот, если считать по часам, наверное, часов в шесть у меня ушло, может, даже семь. И дольше всего я заняла именно сборка. Я поняла, что со сборкой, да, сборка вещь такая непростая для меня. Ну, вот, оцените, напишите, как вам кажется, как получилось. Я эту брошечку оставляю себе, носить буду ее сама. И, может быть, даже не так и критично, что тут у меня есть всякие разные косяки. Спереди все красиво. Вот такая вот она совсем небольшая, малютка. Ну, я ей довольна. Мне нравится сам этот пейзаж. Я уже не буду повторяться, я об этом говорила. Вот, как-то так. Ну, вот. И купила я себе еще одну брошку. Теперь уже не знаю после всех этих сложностей со сборкой, как скоро я к ней приступлю. Я вам ее еще не показывала. Ну, как я купила? Мне ее подарили на 8 марта, на самом деле. Вот. Это брошка с малиновкой. Такая вот красивая малютка. И ее я тоже обязательно сделаю. Тоже для себя. Ну, повторюсь, опять же, не знаю когда. Здесь у нас все в составе то же самое в наборчике. В общем, такая вот прелесть-прелесть. Красота-красота. Ну, и на этом видео буду свое заканчивать. Сделаю я его сборной. И об открыточке, и оброшке. Я вам всем советую попробовать, потому что выглядит это все, особенно с передней части, скажем так, очень даже симпатично. Я, в свою очередь, говорю вам большое спасибо за то, что вы уделили мне время, посмотрели на мои работы. Желаю вам всего самого хорошего, побольше времени для хобби, для творчества. И пока-пока. С вами была Мария. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok